Приветствую вас! Я думаю, что для начала было бы неплохо определить, кто есть кто в данной ситуации. Меня несколько насторожил тот факт, что вы называете нас читателями. Мы не читатели, мы специалисты, мы профессионалы, которые работают здесь и, соответственно, оказывают помощь в решении проблем, в решении различных вопросов. Вот, мы не читатели. Это неверно, неверная была бы. Дальше, у меня есть, пишите вы лучший друг, мы долго друзьем, наши отношения близкие, мы как брат и сестра, много доверяем и много рассказываем. Екатерина, смотрите, когда вы говорите о том, что у вас есть лучший друг и что вы... Общаетесь с ним, что вы доверяете им, все много рассказываете, что вы как брат и сестра. Это скорее похоже на с вашей стороны определенный тип отношений. Это скорее похоже на с вашей стороны какие-то восприятия, ситуации. Это похоже на то, что вы этого человека воспринимаете так. И в этом смысле, конечно, я вам верю, верю, верю в то, что вы действительно видите его... Как своего лучшего друга и так далее. В этом смысле я вам действительно верю. Но проблема заключается в том, видит ли он вас так же. Знаете, видит ли он вас таким же образом, как и вы его. Это очень важный момент. Если он вас так же не видит, то вполне вероятно, что вы не совсем брат и сестра. То есть вполне вероятно, что в этом смысле вы скорее всего просто его идеализируете и не более того. К сожалению. К сожалению, да? То есть это вот нужно учитывать обязательно. Данный аспект. Дальше идём. Так. Я не стану специально рассказывать, а пишу проблему. Всю информацию я вам рассказываю. Он просто забывает, постоянно ссылается на разные обстоятельства. Слушайте, ну на самом деле я не думаю, что это обязательно прямо как-то вот оскорбление вас, честно скажу. То есть я не думаю, что вы прямо вот знаете, ему ни людей не интересны. Но я думаю, что, ну вполне возможно. Ну просто так работает память. Если он забывает только вещи, только вещи, связанные с вами. То это одно. Если он забывает только вещи, связанные с вами. Если он забывает вообще всё. то это уже, конечно, совсем другая история. Если он забывает всё, то это, конечно, уже совсем другой момент. То есть в первом случае, если он забывает только то, что связано с вами. В первом случае это означает, что человек вами не дорожит. Вот. А во втором случае это означает, что у него просто так работает его память. И как бы предъявлять ему за это, ну в высшей степени бессмысленно. Ну вот он такой человек. Вы либо его соответственно понимаете таким, какой он есть. Вот. Либо нет. В этом смысле все достаточно просто и понятно. Здесь. Дальше. А я бы поняла, если бы это было один раз, два, пять, десять. Но не всегда. Я не понимаю, почему такое происходит. Вот. А вот здесь нужно исследовать, как и что именно вы им рассказываете. То есть, понимаете, какая история. Если вы рассказываете человеку о себе всегда, то всегда. Хочет он этого, например. А значит, ну, не хочет он этого, да. Вот. Вы ему всегда рассказываете. То в таком случае, конечно, он просто перестал, грубо говоря, ценить. То, что в очень, то чем в очень деле. Он перестал ценить и, в общем-то, перестал ценить он не случайно. Вот. А потому что вы просто, ну, всегда, 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 всегда с ним, значит, ну, делились чем-то. Вот. То есть, как бы, для него это вот стало настолько обыденным, да, это все. Вот. То он этого не ценит. Вот. То есть, это вопрос вот именно к вам, к тому, как, как вы себя позиционируете с ним, с этим человеком. Вот. Все это очень, очень важная история. Очень важный момент. Вот. Дальше. Я часто его ловил на уши. А здесь, по-видимому, вы начинаете играть в психологическую игру, которая называется, попался, сукин сын. Можете почитать в интернете про нее. Про эту игру можете почитать в интернете. Вот. А вы, видимо, играете именно в нее. То есть, вам, вот, для чего-то, зачем-то нужно человека ловить на вранье. Да. То есть, как бы, зачем ловить чувака на вранье. То есть, вы уже не столько рассказываете ему что-то о себе. да. Вот. Вот. Сколько пытаетесь что-то доказать. Возможно. Вот. Ну, доказать себе, например. Например. Да. Понимаете, о чем я про это. Это уже немножко не та история и не тот момент. который подкрепляет хорошее отношение у вас и между вами. Дальше. Эм. Так. Эм. Он упоминал так, что в итоге я оставал свои сомнения с полной дурой. Здесь, на мой взгляд, вы говорите о чем-то связанном с собой. То есть, вы говорите про себя. Но вы не говорите про своего друга. То есть, это вы. Это вы. Вы почувствовали себя. Как вы пишите. Дуры. Это вы. Не смогли ему доказать. То есть, он не прав. И вам, соответственно, это неприятно и тяжело. Вот. Что ж тут. Момент вот такой. Дальше. Эм. Значит. Я не знаю, почему я так поступаю. Может, я себя накручиваю. А вопрос в том, какое все это значение для вас имеет. Мне некомфортно общаться, находиться с людьми, которые врут и не заинтересованы в моих интересах. А, полагаю, это связано с тем, что вы считаете, что, ну, как бы, на свой счет вы воспринимаете, что они врут. На самом деле, это проблема людей. Проблема достаточно такая драматичная проблема. Достаточно серьезная проблема. Потому что, берет человек, когда не принимает себя таким, какой он есть, в первую очередь. и, в общем и целом, мне думается, что вам необходимо научиться не принимать на свой счет. то, что, вот, условно говоря, человек врет нам. Да, он врет. Да, он врет. Но, к вам, именно, именно к вам, отношения этого не имеет. То есть, вы здесь вообще ни при чем. Абсолютно. Вот. 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 Вам для себя это нужно понять. Вам для себя это нужно принять. Вот. И, если же вы не можете этого сделать. Вот. Что это уже вопрос к вам. Вопрос к вам. Почему? Почему вы не можете так поступать? Почему вы не можете так делать? Как, и в чем, и почему вас это задевает. Да? Вот. То есть, это такой момент. Очень важный момент. Дальше. Вот. Я нагрузку накручиваю себя. Ну, я бы сказал, что, да, вы в себе, конечно, конечно, не особо, не особо уверены. Это, безусловно. Вот. Безусловно, вы в себе не уверены. Это факт. Абсолютнейший факт. Что вы в себе не уверены. Но, здесь нет накрутки. Здесь вы высказали достаточно четкую-печеткую позицию. Что мне не нравится. Говорите вы. Вот, прям, четко говорить. Чертко говорить. Что мне не нравится. Мне не нравится. Когда люди общаются со мной. Значит, ну, мои интересы, значит, не учитываю. Вот. Мне не нравится. И это, в общем, вполне, вполне себе справедливо. То, что вам это не нравится. То есть, на мой взгляд, это то, что вам нужно принять. Вот, эту позицию, позицию того, что вам нравится, что вам не нравится. Позицию того, что вы приемлете, что вы не приемлете. Она, вам это нужно принять. И просто не исследовать. Какая разница, накручиваете вы себя или нет. Какая разница, право вы или нет. Какая разница, если и если. Какая разница, на самом деле, никакой нет. На мой взгляд. Вот, собственно, так. Тут опять, да, вы здесь вместо того, чтобы ориентироваться на тебя, ориентироваться на другого человека. И вы, собственно, Екатерина, для чего рассказываете ему, вот, все вещи, которые, ну, которые рассказываете? Зачем? Такую целью. То есть, понимаете, да? Какая штука. То есть, ну, я думаю, у вас, наверное, есть какие-то ожидания от того, что вы рассказываете человеку, что-то. Так вот, вы определитесь с этими ожиданиями, что вам нужно для чего, если не хотите, не рассказываете. То есть, может быть, человек вам так пытается дать понять, что, ну, что ему хватит, что надо бы поменьше, наверное, бы поменьше ему рассказать, надо бы поменьше ему вот это вот, ну, нагружать его. Понимаете? Какая штука. Вот. То есть, как бы, вот из этого исходите, исходите. Из этого исходите. И тогда, я думаю, вам вне всякого сомнения будет лучше, легче понять и понять. То есть, ваши отношения изначально такие, что вы считаете, что вы ему рассказываете, а он обязательно должен вас слушать. Может, ему надоело вас слушать. Но он не может это сказать. Может быть, ему всегда надоедало. Вот он всегда думал, что вы используете его чисто как средство для того, чтобы выговорить, к примеру. Дальше. Могу сказать, что он обижается, если я ему не докладываю о себе. Это, скорее, чувство собственничества, эгоизм. То есть, тут, как бы, такие вот не очень приятные вещи. Я тебе вам скажу, да, то есть, обижаться на то, что вы не докладываете о себе, это странно. Человек-человек, к сожалению, эмоционально не вовлечён в отношения с вами. То есть, для него это не так важно, ему вот важно, чтобы вы вот, чтобы вы вот, ну там, доложили, а всё, доложили. А ну всё, понятно, можно как бы дальше, нормально. Она доложила, всё, хорошо, успокоили. Понимаете? Так, вот так вот. Дальше. Эмм, так. Опять же, это вы себе так поставили. То есть, вы поставили так, что вы во всем отчитываетесь ему. Это может джерна зашли, и он переспросил слово. Я разговаривал с ним, но это, скорее всего, она пробегает себя отмазывать. Что это значит? Как мне поступить? Что, чтобы что? Екатерина, ответьте себе на вопрос, поступить, эм, как поступить, чтобы что? Я не знаю, как могу поступить, к сожалению. И, как психолог, я не могу этого знать, вы сами определитесь о своей цели. Вот вы хотите как-то поступить? Чтобы что? Какая цель конечная. Если вы хотите сохранить, к примеру, отношения с этим человеком, то действовать вам нужно как минимум по-другому, как минимум. То есть, это очевидно абсолютно. Вам нужно, ну, абсолютно по-другому, по-другому действовать. Вы не, ну, вы не сможете просто действовать так, как вы действовали, например, сейчас, да? Вот. И иметь тот же результат. У вас этого не получится, к сожалению. Вот. То есть, нужно определить, чего вы хотите. Собственно говоря. И вот уже исходя из этого, из того, что вы хотите, уже можно будет о чем-то говорить. Тогда. Тогда. На мой взгляд. А пока это просто вопрос в пустоту. Что это значит? Это значит, что человек менее вознуждается, чем вы в нём. Вот если прям так вот. Если прям грубо и прям. Г-г-г-г-г-г-г-говорить. Вот. Человек вознуждается, вас меньше, чем вы вознуждаетесь в нём. Всё. Вот так. На этом всё. Я надеюсь, что он помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. А если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Буду рад также помочь вам. Вот. Желаю всего самого доброго. И удачи.